Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Крио, и сегодня мы немножко по голдфармим, и голдфарм наш будет строиться на валюте запасённая анима. На текущий момент анимы очень и очень много, мы получаем её за Дейлики, за убийство рарников в Кортии, вообще почти за все активности мы лутаем хотя бы какое-то количество анимы, и набирается её очень и очень много. Даже если вы прыгнули в другой Ковенант, то да, конечно, нужна анима для постройки зданий, но там всё упирается в души, поэтому анимы набирается кап очень и очень быстро, кап текущий 35 тысяч, и это мало, но можно её реализовать, и можно её реализовать выгодно. С самого начала Shadowlands и по старту обновления 9.1 можно было выгодно покупать Ковенантские доспехи, но сделали один нерв, потом сделали второй нерв, и по итогу что мы видим? Подходим к мопцу, который продаёт доспехи Ковенанта, и видим, что мы тратим 250 анимы на покупку одной вещицы, и эта вещица стоит 81 единицу золота, да даже не 81, а 80 голдишки и 48 серебра. Это очень и очень малый курс, то есть это примерно 30 серебра за одну аниму, это очень и очень мало. Это, конечно, быстрая реализация, нам не нужно работать с аукционом, купили, надели, продали. Всё легко и просто, но есть реализации более выгодные. Давайте сейчас мы перенесёмся в Ворибос и рассмотрим это подробнее. В тот момент, когда мы переносимся в Ворибос, мы идём в зал хранения, там где открываем weekly loot, и нам нужен мопчик to call. To call продаёт за запасённую аниму различные интересные предметы, которые можно реализовать в профессиях, ну и также можно продать на аукционе. Например, картитовая жода, 25 тысяч запасённой аниме, содержит 5 кристаллов картита. На текущий момент кристалл картита стоит 1800 голдишки за штуку. Таким образом, за 25 тысяч аниме мы получаем 9 тысяч золота. Казалось бы, вау, классно, круто, но по итогу одна анима рассчитывается как 36 серебра. Да, маловато. Есть более выгодная покупка – мешочки. Три вида мешочков. Точно такие же мешочки, как и за доблесть покупаются, только тут за аниму. Толстые загрубевшие шкуры, сумрачный шёлк и элитевая руда. Самая выгодная покупка – это толстые загрубевшие шкуры. Объясню почему. Потому что загрубевшие шкуры просто-напросто стоят очень и очень дорого на текущий момент. Давайте кастану брутозавра и посмотрим, сколько у нас стоит десяточек толстых загрубевших шкур. Пишем. Толстая загрубевшая шкура. 345 голдишки, 93 серебра. Почти 3460 голдишки мы получаем, продав 10 толстых загрубевших шкур. А это значит, что с одной анимы мы получаем 46 серебра. Но не стоит забывать о комиссии аукциона. Имеется 5% комиссии. По итогу вместо 3460 голдишки мы получим 3287. Таким образом, одна анима оценивается в 44 серебряных монеты. Поэтому, само собой, намного выгоднее будет купить мешочки со шкурами и вскрыть эти мешочки, продать абсолютно всю эту шкурку на аукционе. Само собой, можно даже сделать макрос для того, чтобы быстренько все это дело выкупить. Slash run by merchant item. Скобочка открывается. 2, запятая. 1, скобочка закрывается. Макрос закинул в описании, можете его себе скопировать и закупиться полностью этими шкурками. Само собой, стоит следить за ценами и, возможно, картит в скором времени будет выгоднее. Но до тех пор, пока он стоит 1800 голдишки, это невыгодно. На текущий момент шкуры продавать намного выгоднее и намного интереснее. Всех вам благ. К счастью, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Хороших вам продаж. До скорого.